Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от Евангелия от Марка, 6 глава, 5 стих, мы зададимся вопросом «Если Иисус Христос Бог, почему Он здесь не смог совершить никакого чуда?» Вот здесь, в этом месте, которое описывается. Давайте прочитаем. Это Евангелие от Марка. Мы прочитаем не с 5, а с 4 стиха. Иисус же сказал им «Не бывает пророка без чести, разве только в Отечестве своем и у сродника в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки и исцелил их». Казалось бы, совершенно неожиданная фраза, и не мог совершить там никакого чуда. Дело в том, что не мог прежде всего потому, что не хотел, потому что чудо не должно являться насилием над нашей свободной волей. И если чудо совершается в нашей жизни помимо нашей свободной воли, это насилие. насилие. Поэтому «не мог» означает «не хотел». И более того, Святые Отцы настаивают на том, что Господь не хочет спасать нас без нас, потому что это было бы настоящее насилие над человеческой природой, над человеческим естеством. Давайте посмотрим, что пишет Григорий Назианзин. Это его слово о сыне, слово 30-е. «Иное невозможно по недостатку воли, например, не мог совершить там знамения из-за неверия принимающих». Ведь поскольку для исцеления нужны обе вещи, то есть и вера врачуемых, и сила врачующего, они не способны были получить одно по причине отсутствия другого. «Не знаю, не следует ли и это отнести к разумному основанию. Ведь было бы неразумно исцелять тех, которым потом повредило бы неверие». «В этом же смысле сказано, вас мир не может не ненавидеть, а также, как вы можете говорить, доброе, будучи злы, ибо каким образом здесь что-либо невозможно, как ни в смысле отсутствия желания». Есть среди сказанного Господом и нечто такое, что по природе своей невозможно, однако возможно Богу, если Он захочет. Например, то, что одному и тому же человеку невозможно родиться дважды, или угольные уши, не пропускающие верблюда. Что помешало бы этому произойти, если бы Бог захотел? Однако вне всего этого стоит то, что совершенно невозможно и недопустимо. Невозможно, чтобы Бог был зол, или чтобы его не было, ибо такое показывало бы бессилие Бога, а не силу. Так же невозможно, чтобы несущее существовало, а дважды два было бы одновременно и четыре, и десять. Невозможно и то, чтобы сын делал что-либо неприемлемое, чего не делает отец. Таким образом, Господь с самого начала оберегает свободную волю человека. Создав человека и поместив его в особом месте в раю, посреди рая он поставил древо жизни и древо познания добра и зла. Некоторые экзегеты говорят, что это одно древо. Но древо познания добра и зла остается древом жизни, если люди не вкушают плодов познания добра и зла. То есть, исполняя заповедь, человек будет жить этой заповедью. Закон дан для жизни, а не для смерти. Например, если человек заболевает, он обращается к заповедям, которые рекомендуют обратиться к врачу. Может быть, находиться какое-то время в карантине, молиться усиленно. Все это мы находим в Священном Писании. Есть заповеди для войны, как начинать войну, как окружить вражеский город, что, прежде всего, предложить во время осады города. Даже говорится, какие типы деревьев можно использовать во время осады вражеского города, а какие нет. Например, плодоносящие деревья запрещено использовать. И законы даны для жизни. И есть закон свободной воли человека. Бог не хочет спасать нас без нас. И подлинное чудо, оно всегда является ответом на нашу веру. Поэтому Христос часто спрашивал, веруешь ли, что я могу это сделать? А в некотором случае один человек не имел веры, но проблема была серьезная. И он воскликнул, Господи, в неверии моем услышь меня! И Господь услышал его сердце. И произошло чудо исцеления. Поэтому не надо относить вот это событие, что он, как мы здесь прочитали, и не мог совершить там никакого чуда, как бы по своей природе. Нет. Как раз исходя из своей природы, он не хотел делать того, что оказалось бы насилием над свободной волей человека. Таким образом, любое противоречие в данном случае исчезает. Читайте Священное Писание вместе с Церковью. Подписывайтесь на библейский портал «Экзогет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя в это сложное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...